Здравствуйте! У нас сегодня обзор китайского принтера Pantum P3100DN. Это принтер буковки D, это дуплекс, двухсторонняя печать, N, Network, сетевая карта. То есть он может быть сетевым. С чего начнем? Начнем с внешнего вида. С виду такой пластик, конечно, как бы такой, вроде бы как и крепкий, но как-то так все, знаете, немножко китайская машина ранних лет, когда они еще не научились хорошо делать. То есть оно все вроде бы такое крепкое, но какое-то такое угловатое картридж. Тоже такой интересный. Огромный. Рассчитан на 5000 страниц по заявлению производителя. Вот. Внутри тут тефлоновый вал, то есть по внутренностям, как принтеры Samsung Xerox. Удобно сделано для извлечения застрявшей бумаги. Такая вот как чик откинули. Открывается, отодвигается, опускается вниз резиновый вал. И удобно доставать, извлекать застрявший листочек. Вот. Ну как-то тоже как-то все. Интересно, как оно себя покажет дальше в процессе работы. Ну пока как-то так. Двоякое какое-то впечатление. Вроде бы и крепко. Вроде бы нигде ничего такого. Ну как-то так все. Вот. То, что я говорил. Сетевая карта. LAN-порт. USB. Стандартно. Ну. Как бы. С виду аппарат серьезный, солидный. А как он будет в процессе работы? То есть еще отзывов о них от пользователя нет. А почему нет? Потому что производитель здесь заявляет, что картридж этот можно заправлять самостоятельно. То есть должны продаваться заправочные наборы с чипами и с тонером. Но они, как показывает практика, не очень дешевые. То есть заправка дороже получается, чем у аналогичных Samsung, Xerox, там, Hewlett Packard, Canon и так далее. А мало того, эти наборы заправочные, их нигде нет. Вот на сегодняшний день клиент столкнулся с тем, что, и мы столкнулись с тем, что этих заправочных наборов для этих принтеров нигде нет. И все. И аппарат остановился. И пользоваться им нет возможности. Это самое, конечно, печальное. Фотобарабан тоже свой какой-то специфический. Ну, можно с перебивкой шестерни, скорее всего, поставить. С какого-то аналогичного Samsung. Вот. Все остальные внутренности тоже надо искать, подбирать аналоги. В общем, какой вывод я лично могу сделать. Аппарат от и до специфический. Запчастей на него нет. Мало того, даже расходные материалы, тот же тонер и чип, найти очень проблематично и сложно. Прошивок для самого принтера тоже нет. Никто их не делает и навряд ли когда-то будет делать. Как и для тех же Samsung. Перепрошил один раз принтер. И все. И потом просто заправки заправляешь картридж тонером, не обращая внимания на чипы и все остальное. Тут этого нет и, скорее всего, никогда не будет. Поэтому, ну, навряд ли можно советовать этот аппарат для долгой, бесперебойной работы. Всем успехов! Субтитры создавал DimaTorzok